Ну, во-первых, он даёт профессиональную школу, и обычно режиссёры, увидев, работая с моими детьми, потрясены, насколько эти дети профессиональны, и они говорят, так, я дохожу до этой точки, здесь я реплику, здесь говорю, здесь поворачиваю, и так далее, и так далее. И они сокращают очень сильно съёмочный период, потому что они профессиональные дети. У нас же один отмочил вообще в возрасте шести или семи лет. Я, говорит, не понимаю, чего вы говорите. Вы поставьте задачу, я сыграю, вы поправите. И всё же чуть-чуть сознание от ужаса. Ему шестилетий ребёнок говорит, поставьте мне задачу, я сыграю, а вы поправите. Вот он в ужасе смотрит на меня, и я говорю, ну, что я могу сделать? Вот такой актёр. Поэтому, понимаешь, да, что, так сказать, это очень первое. Потом эти ребята закаляются, вообще закаляются, потому что эта работа в искусстве, она не очень проста по разному там поводу. Это касается и взаимоотношений с твоим классом. Я никогда не забуду, у меня девочка ещё, когда я снимал свою первую полнометражную картину. Девочка, которую все знают, Анфиса Черных, я на автомате. Анфиса Черных, которая потом в «Глобусе» играет, географ «Глобус» пропил, вот она в той школе, где мы обычно снимаем. Я нашёл эту девочку именно там, где мы всегда ей смотрели. Я говорю, давай в школе сделаем примеру картину, тем более, что она о детях. Она говорит, Борисович, если вы меня хоть как-то любите, ради бога, не надо. Вот. Потому что реакция будет другая, понимаешь? Это тоже нужно уметь закаляться. Ребята, которые мои, прошедшие яролаж, попадают в актёрские, их так над ними издеваются, как правило, этим мастерам. Здесь я учу, а не ты. И так далее, и так далее. Поэтому одного из наших лучших артистов, Сашко Головина, не взяли учиться. Понимаешь? Ну, не взяли. И я и говорю, правильно. Неизвестно, кто кого должен учить. Ещё можно поспорить. Потому что он высочайший профессионал, у него всё это осталось. Ну, и так далее, и так далее. Я знаю, сколько перенесли наши ребята популярные. Сейчас всё немножко снивелировано. Слишком много каналов, много информации. Они не являются прям гипергероями. Но, тем не менее, у нас много разных вот этих фокусников. Знаете, да, Сафроновых? Так вот, один из них, Серёжка, наш. Ну, например, у нас есть даже один священник. Кто хотите? Самые разные истории. Ну, не все же известные совсем. Вот Катя Вуличенко, такая актриса, ну, сейчас много в сериалах снимается, вышла из Яролаша. Ну, например, Ксения Антелес, это закрытая школа, тоже вышла из Яролаша. И снималась уже. Ну, много таких, не кроме певцов всяких известных. Есть и просто простые ребята, кроме Лазарева, там, Топалова, Глюкозы и так далее. Есть же просто дети. Работают артистами, кто-то более яркого там. Кто-то... Вот Кирилл Емельянов в театре работает, сейчас начал сниматься. Ну, полно ребят, я стараюсь за всеми смотреть. А уж Володя Сычёв сейчас стал просто герой, популярный псих из Физрука, которого сейчас уже боготворят все. Вот тоже сколько сидел, а он занимался вообще, так сказать, 30 лет назад. Больше даже. А вот если в одно слово попытаться сформулировать, что объединяет, да, вот пути расходятся, кто-то в артисты пошёл, кто-то в священники, кто-то ещё куда. А вот что всех объединяет, отпускников Яралаша? Я думаю, детство не похоже ни на кого. Яркое, интересное и необычное. Ну, загрузка всё равно Яралашем не так сильна, там, как какие-то большие картины и так далее. Но эти вот точки, они остаются на всю жизнь. И даже ребята совершенно уходят из искусства, работают. Есть у нас один водитель, работает, кто-то, менеджер и так далее. Но они никогда не забывают, что было. Есть полковник милиции, там, какой-то начальник и так далее. Но они никто не забывают, откуда они вышли. Вышли они все из Яралаша. Сколько у вас их было? Ой, ну что ты, считать невозможно. Посчитать, сколько было, невозможно. Я даже не берусь, потому что, представляете, за 41 год, сколько прошло ребят, взрослые дядьки, тётки, как-то иду по Шереметьеву и такой лысый, толстенький такой армяниненький. И меня не узнаёте? Я говорю, нет. А вы же никто же не понимаете, кто это? Это я играл в Аксиоме. Я на неё посмотрел, такое впечатление, что он просто мне папа такой. Я играл в Аксиоме. Вот так вот. Где эти тройняшки, не знаю. Может, они объявятся как-то в Яралаш, который тройняшки описывать ходил. Ну, не знаю я. Вот такие вот. Как-то была одна передача. Мне потом говорят, ты чё их? Они все старше тебя выглядят. Я говорю, нет, нет. Спасибо. Спасибо.